Народ, всем привет! Ну что, давно у нас не было видосов из рубрики вручение автомобилей, я их назову именно так, и вы все знаете эту рубрику и многие любят ее и пишут мне в речку то же самое, у вас же еще там несколько автомобилей осталось почему вы их до сих пор никому не вручили, а если вручили, почему мы об этом не знаем как вы понимаете, ситуация в стране не способствовала тому, что мы этим занимались ранее мы хотели, у нас были очень плотные планы на вообще март, апрель, май но из-за ситуации в стране, из-за того, что мы уехали, как вы знаете, в Подмосковье там пришла Шелби Кобра, плюс Камри пришла от Custom Box, и надо было ее собирать короче, эти довольно важные дела, которыми мы занимались ранее, отошли на второй план потому что у нас появилась такая штука, как время нам нужно было успеть забрать Кобру, успеть собрать Камри не то, чтобы мы это сейчас успели сделать, вы знаете, что мы еще ни Кобру, ни Камри не собрали до конца но было решено, что ждать мы больше не можем, нам надо действовать прямо сейчас поэтому сейчас вы узнаете историю Спейстара да-да, того самого Спейстара, который ездил к дяде Васе, был уже отдан ему и который мы вернули обратно, и вся-вся-вся-вся-вся та Петруха, которая происходила зимой 2020 года происходила вокруг этого автомобиля и вы помните наше отношение к нему, машинка очень светлая, очень добрая поэтому очень хотелось бы, чтобы она досталась кому-то действительно достойному дядя Вася умело доказал, что не все те, кто пишут, реально нуждаются в помощи но в то же время он также нам подсказал, что надо более тщательно и детально подходить к выбору тех, кому мы планируем отдать автомобиль и сегодняшний ролик даму доказательства в общем, я уверен, что вам понравится а почему мы решили начать со Спейстара? да, все очень просто, на самом деле, вот сразу открою вам секрет тот, кому достанутся автомобили, которые у нас сейчас уже есть а на данный момент у нас, ну пока еще ролик не закончился, у нас еще есть Спейстар есть Лачетти, есть Паджеро Спорт и все, да, в принципе-то все, больше ничего нет о том, кому достанется каждый из этих автомобилей, уже известно и более того, я скажу, как ни странно, те, кому планировалось создать этот автомобиль на данный момент даже не поменялись то есть ситуация с дядей Васей заставила нас более тщательно проверить кандидатов мы их проверили и убедились, что эти кандидаты выбраны правильно поэтому сегодня рассказ про Спейстар и про то, что с ним стало на самом деле вы не знаете, но это не первая попытка вручения автомобиля то есть с момента заканчивания самоизоляции, как сложно мне выговаривать эти вещи короче, с того момента, когда самоизоляцию сняли, мы уже пытались не раз выехать и отдать автомобиль но всегда были какие-то нескладухи, ну как бы это не важно, в истории каждого отдельного автомобиля мы расскажем, какие нескладухи были и как туда-сюда, все это не касалось Спейстара потому что Спейстар, как вы знаете, единожды был отдан, возвращен обратно и Спейстар это машина, которая не доставляет хлопот вообще то есть за все время, сколько она была у нас, мы ее даже, я признаюсь, признаюсь мы даже немножко использовали ее не по назначению, до того, как я купил лансер я и на Спейстаре успел покататься, то есть мы на нем ездили, посмотрели там запчасти для Камри это вы увидите в серии Камри, в общем Спейстар успел да, еще плюс Дима свой, да, Дима же продавал свой полуседан и пока он не купил себе А4, все знают, это не секрет, что Дима купил себе А4 вот, был период, пока он был без машины и получилось так, что ни у меня машины нет, ни у Димы машины нет и в это время идеально залетел Спейстар причины, по которым мы не могли добраться до тех, кому предполагается отдача автомобиля лежат не в этих людях, то есть никак ситуация с дядей Васей не повторяется а есть другие объективные причины в общем, возможно, вы когда-нибудь о них узнаете, возможно, не узнаете никогда но есть причины, почему мы даже бывало садились в машину выезжали, а потом возвращались обратно и дело не в том, что машина ломалась, нет, совсем не в этом бывают иногда и другие, абсолютно абсурдные причины короче, это не первая попытка выехать но это первая, которая действительно получилась спасибо Спейстару он действительно прям справился со своей задачей на все сто вот если бы Q7 задонатили, сейчас на букву, наверное, на Q7 бы поехали да, как раз ребятам нужна машина, надо еще подороже что-нибудь чтобы на роскошь еще плакать да, X6 вообще какой-нибудь, бензиновый, вот это вообще было бы ништяк бензиновый X6, трехлитровый, с продеком 200, прям идеальная машина мужик, отвали, от Камри тридцатки ушатал всю тридцатку, вообще конец, бедная, бедная тридцатка как классно стоять в пробке, когда тебе ехать еще 6 часов пробки докуда они будут? по-моему, прям ровно до их дома ну, нам объяснено, конец всем ограничениям это конец и мы сразу поехали вот не могли они знак раньше поставить конец всем ограничениям, сразу бы поехали что, еще поставим? еще выйдем? блин, я сейчас заснул ну, фрилендер фрилендеру надоело ехать за нами так медленно он решил по обочине поездить хотя, кто знает, может быть, он торопится домой к детям потому что у него дети там сидят такие, елки-маталки где ты? мы голодаем а он на своем фрилендере здесь ездит ведь если у тебя фрилендер, то у твоих детей нет еды это нереально долго 45 километров мы проехали только да там, смотри, там бесконечно просто все это будет идти а вот как ты ездишь, смотри, чел, на сотке он просто такой говорит я буду стоять вот здесь с поворотником, как мудло и все, да, пробка закончилась я сколебался, честное слово в этих пробищах стоять с утра до вечера будь в рок-ли тут, но придумал в робке Эльдар говорит, давай разворачиваться обратно в смысле? я этого не говорил Эльдар, повтори еще раз, мы сейчас разворачиваемся и едем обратно, правильно? да никуда мы не едем ну он скажет, сейчас никуда не едем, поймет так, что мы едем слава, прикалывается елки-палки, я уже сижу, думаю, что нам на вторник выкладывать да такими тампами до вторника не доедем до вторника, ну и приедем ты можешь уже начинать монтировать ролик, как раз ко вторнику доедем я заколебался вообще, конец, просто, блядь как можно так ехать плохо, прям и все, пока не так ехать и все, пока не так ехать ты видал я сегодня одел чистый этот бинт, нет бинт у меня есть бинты выходного дня, а есть бинты парадные парадные, да это вот парадные бинты а УАЗик, видел, вот этот УАЗик выехал из Москвы еще целый уже ржавый едет, видел? он до Нижнего не доедет, сгниет он выехал тут неделю назад ну давай сыграем, кто хочет считать 100 рублей, а нет что такое топинамбур? А, это коробка отбора мощности на фуре, ну на грузовиках Б, это фамилия инженера из 19 века С, это растение и Д, это единица измерения формулы Бойли Мариотта отбора мощности твой вариант А да коробка отбора мощности на грузовике да ответ принят ой, блин слава, слава я еще, говорит, знаю какой же ты лошара ты просрал все свои бабки да, пошел там все 1200 рублей ну ладно, 1000 рублей у тебя останется 200 рублей ты просрал топинамбур это растение да заколебал ты, чего не знаю какой индекс вариант вариант 350 сел сел вариант б сл 300 вариант с 300 сл сл и на крылья чайки на компонентов какого автопроизводителя ну в первую очередь двигатель двигатель какого автопроизводителя устанавливался на легендарный автомобиль ДМЦ Делориа вариант А Рено вариант Б Пежо вариант С Мерседес и вариант Д Ниссан Итак ваш ответ я не знаю это такие вопросы даже на миллион блин на 2 миллиона сразу да хватит по-моему весь мир знает Рено Рено? да ваш ответ принят нет Слава ни на один вопрос нормальный ответить не можешь это Пежо конечно же это компонент Пежо поэтому эта машина была дерьмовой кроме дизайна в плане надежности она вообще была отвратительной потому что именно Пежо отдал свой двигатель чтобы ну никто не хотел ему помогать Делориа поэтому он договорился с Пежо ну ладно так же быть давай я задам изичный вопрос хоть чтобы мы прошли с того первый этап что в переводе с латыни означает название бренда Ауди А вариант А Говори вариант Б слушай вариант С нюхай и вариант Д лежи что за бред блин ну да Ауди что-то обозначает слушай наверное более того еще даже перевод фамилии владельца Хорьха слушай так же переводится ну ладно Слава ты заработал 15 копеек здесь было сложно очень сложно не угадать да правильный ответ слушай ну все теперь попрет что за бред что за бред это что за бред 180, блин Слава, зачем ты издеваешься над машиной? 180, ну куда так много? Ну вы понимаете, да? Слава решил на этой машине, на этом спейс-таре жахнуть 180 км в час я честно скажу мало того, что я просто был на измене в этот момент мне очень неприятно было ехать на такой машине 180 во-первых, а во-вторых, как бы Слава ну я не стал сильно на него наезжать потому что у Славы есть больная тема это то, как он ездит за рулем я постоянно, когда с ним езжу я постоянно говорю, Слава аккуратней Слава это, Слава то и он бесится и поэтому, когда мы летели по объездной вокруг Владимира 180 на спейс-таре я ли старался лишний раз Славу не нервировать ну его нафиг но при этом я чувствовал себя очень не в своей тарелке потому что эта машина абсолютно не предназначена для таких скоростей чтобы вы понимали у нее очень короткая база и она довольно высокая и поэтому ее ее немного кидает ну то есть когда скорости переваливают за 120-140 на ней ехать реально некомфортно на этой машине Слава это не останавливало то есть на своем рейнже он ездит неторопливо потому что не хочет жарить в мотор там вдруг колено сломается туда-сюда он не ездит больше 140 на своем рейнже а вот на спейс-таре блин на этой коробке с колесами он без проблем дал 180 я сейчас скажу очень негодовал по этому поводу но правда в душе да я чуть-чуть просто чтобы она немного прочихалась нормально это ты вот пойди вот возле магазина бабки семечками торгуют возьми ее и пинками разгони до 40 км в час чтобы она бежала и такой да я просто хочу чтобы ты прочихалась она тебя своей палкой так по хребтине пару раз съездит это старая машина с лето и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok ест, 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 ест вот они жирные люди и вот когда я с собой еду сам я не нервничаю, а когда с тобой еду всегда переживаю поэтому я лучше буду ехать сам с собой вот эта вот сборка, которую он снимает стоит там 200-250 тысяч все есть да, Ронин там ну 30-ку, наверное, такой камера 200 ну 150-200 и объектив еще 50-100 не, как он еще держит? получается, напрягается, этот Ронин, да? вон у ответа да, да так я вот держал, когда мы с тобой ехали когда Санин за рулем был, я заколебался вы тяжеленный сволочек все, спасибо, мне надоело ну ладно, ладно чего? мы продолжим сначала догоните смотри, вызов принят пошел догонять там у него бурятер охреневая там тихо, тихо, тихо я даже не газую неразборник на данное машину не пускается да, я видел тоже там Дебилы какие-то ездят о, казань, может казань поедем сразу да, тут осталось 40-кинос New блогер наверное какой-нибудь? да, по-любому какой-то блогер, видно по нему вообще, конечно, ну ты что делаешь, подарочную машину обрил всю, пошел ты, блин ну вот, блин, у тебя руки из жопы растут, блин Дим, нам надо остановиться я хотел сказать, едет мать родную продавать, блогер а, блин, сразу слава а, видел сразу, Дим, ты такой, сразу слава что-то натворил Дим, ты офигел, это слава, это слава, это слава хотел кофе взять, чтобы, блин, облил всю машину этого бросай здесь да, поехали валим, валим, валим смотри, он сел смотри смотри ой, блин Дима не успел старталдовать, сейчас бы свалили а потом на обратном пути бы забрали сами спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok О, БМВ, что такая дохлая? То есть она что-то вообще со скорости не разгоняет с толком. Тонировку вел, обдирал кусок? Нет. Ну нет, тонировка, ну, когда отдираешь, там воздух появляется, белые пятна. У него прям половина тонировки такая отодрана и обратно приклеена. Да, БМВ красивая машина, вот что бы ни говорили, за это прям круто. По сравнению с моими носками-то точно нормально. Еще обратно ехать, блин. Ну ладно, обратно проще. Обратно у нас Дима страдает. Он за рулем. Серьезно? Где впереди-то, блин? Мы уже через них едем. Что-то у тебя информация устарела, женщина. О, Вань, привет, брат. Ну что ты? Затонировали тебе фонари задние. Сделали крутую пацанскую бричку. Офигеть он затонировался. Он нашу тренировку выкупил по Нижнему Новгороду и в три слоя, пять-десять слоев наклеил. Еще на фонаре и осталось. Он был бы рад сейчас урвать мотор отсюда. Вообще, я говорю, этот Space Star под большим, под большой опасностью. Многие владельцы лансеров готовы будут подраться за мотор отсюда. Потому что почему бы не получить 4G-18 с пробегом в 60 тысяч. Там же клапанку открываешь, там, блин, валы чистые. Вал один, точнее. Все чистоган. Давай, лансер. Во. Жми давай немного. Мему, кстати, можно с разгоном в жопу въезжать, и ты будешь прав. Потому что скажешь, я не видел стабаков у тебя, друг. Потому что фонари тонированные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы понимаете, мы ехали в Зержин. Это город рядом с Нижним Новгородом, как бы в Нижегородской области, где проживает семья Хрущевых. Илья и Елена. Эльдар, добрый день. Меня зовут Илья. Извини, что пишу не со своей странички, а со странички жены. Хотел попросить твоей помощи восстановить нашу единственную машину ВАЗ-2109-88 года. Карбюраторная. Обратиться мне некому, так как я бывший выпускник детского дома. Родители погибли. В данный момент мне 37 лет. У меня пятеро детей. И жена Елена. Ей 40 лет. Суть в том, что у нас зарплата в городе Зержинске небольшая. На семью у нас доход 40-45 тысяч рублей. У меня 25, у жены 15. Поэтому я обратился к тебе за помощью. Денег хватает, чтобы хоть как-нибудь жить. И поэтому я работаю практически без выходных, чтобы хоть какую-нибудь копеечку в семью принести. И на ремонт машины не хватает средств, а машина очень нужна. Не то, чтобы я читать не умел. Просто здесь написано местами так, что мне приходится на ходу предложение менять, чтобы оно звучало более понятно. Ну, бывает такое, когда человек не всегда, не все умеют прямо вот, знаете, писать, стелить, так скажем. Вот, поэтому, вот я не умею, допустим. У жены, бывает, парализует левую сторону, руку и ногу. Врачи сами не знают почему. И нас пинают из одной больницы в другую. А ехать начнем, машина вечно на ремонте. То стойки полетят, то двигатель не заводит, то лонжероны оторвет. В общем, машинюшка подустала, ездить на ней небезопасно. А ехать в больницу надо. Вот и приходится добираться своим ходом и на автобусах. И это бьет по карману. Дети уже забыли, когда мы на природу ездили. Прошу помочь восстановить нашу машину, но нам нечем за это вам заплатить. В общем, если решите помочь, то вот контакты. И фотка машины. Фотка той самой легендарной девятки 88-го года. Да, я тоже 88-го года. Я понимаю, какие хреновы. Вот смотрите, со мной-то что творится. А что с девяткой? Если бы на мне ездила семья с пятью детьми, я бы точно давно бы кони двинул. А девятка еще хоть как-то держится. Вот, хоть с оторванными лонжеронами. Этим сообщением все не ограничилось. Через какое-то время они опять прислали еще одно сообщение, в котором было чуть по-другому уже. То есть они посмотрели еще несколько видосов и говорят, после просмотра видео, мол, мы не имеем права что-то у вас требовать, потому что мы видим, что есть люди гораздо более нуждающиеся, чем мы. Однако, решение было уже принято. Им было не отвертеться. Поэтому Спейстар ехал уверенно в Зержинск. Уверенно, конечно, относительно. На скорости 180 уверенно себя я не чувствовал. Но тем не менее. Нет, Спейстар реально добрая машинешка. Вот все, все, вот. С Спейстаром столкнулось несколько людей за это время. Вот, по разным причинам. И каждый отмечал одно и то же. Что эта машинка удивительно светлая и добрая. И когда мы приехали в Зержинск непосредственно вручать ее Илье и Елене, мы поняли, что в этот раз мы точно не промахнулись. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пока мы приехали, готовились к самому вручению и так далее, мы увидели детскую площадку, женщин с детьми, мужчин, семьи. В общем, так как был выходной день и лето, жара, все гуляли по улицам. И я как будто окунулся в собственное детство. Это не похоже на детей в Москве. Вот я сколько вижу детей в Москве, это, не знаю, там идет мать в телефоне ковыряется, и у нее ребенок сидит в коляске и тоже в телефоне сидит, что-то там смотрит. То есть они как бы гуляют, но при этом ребенок там с планшетом бесконечно смотрит, что-то там, какие-то мультики, еще что-то. Окей, это неплохо. Но где же активное детство там, я не знаю. Хотя кто-то скажет, если он в коляске, то, наверное, ему еще рано. Вот, не знаю я, короче. Однажды я в комментах у нас под видео прочитал такое классное сообщение, классный комментарий. Человек написал, что мужчина – это случайно выживший мальчик в детстве. Это очень, кстати, коррелирует с тем, что с моими воспоминаниями из детства, я просто вспоминаю, сколько было ситуаций, когда можно было просто не выжить. И действительно, мужчина – это мальчик, которому абсолютно случайно удалось выжить в детстве. Потому что в детстве все обязательно суют пальцы в розетки, там, я не знаю, там, одна такая тема, когда мы с Альбертосом змею нашли, что стоило. Мы нашли змею, и такие, ну что, по-любому это уж, наверное, да, уж. Берем палку и начинаем мы эту змею, ты к нам, давай, блин. Вот, повезло, кто-то из взрослых, я уже даже не помню кто, кто-то из взрослых тоже уже приплыл на лодке, поднялся, подошел, увидел, что мы там гадюку какую-то палками драконим. Там нас, блин, так отхлестал просто этой же палкой, говорит, нахрен отсюда, а мы мелкие были вообще, я вообще не изображаю нифига. Уж, давай, ужа, давай. Было весело, и вот этого всего не хватает в современном мире, в городе. Вот я живу в городе, в Москве, и я вижу, что здесь люди совсем по-другому, здесь у детей совсем другое детство. Да и это еще не только из-за города, а из-за времени. То есть, в наше время не было телефонов, не было ничего, и ты, тебе надо было, ты сам себя развлекал, то есть, родители там где-то на работе занимаются, и ты вот предоставлен себе, и делай, что хочешь. И вот ты делал, что хотел. И вот, приехав в Дзержинск, мы увидели вот именно это. Я не знаю, лично у меня было вот это ощущение, как будто я вернулся обратно, где-то там в 2000-й год, а то и там даже в 96-98-й. И вот мы так же бегали, прыгали там, на каких-то велосипедах, там отовсюду. Короче, дети, которые были в этом дворе, они очень напоминали, ну, мне лично, меня самого в их возрасте. И это классно, то есть, вот это очень порадовало. Субтитры сделал DimaTorzok Вот дом, вот здесь она у них была сфоткана, эта девятка. Слушай, как это стрёмно. Девятки-то нет. Нужно время на подготовку, батарейка поменять. Как вы понимаете, сама дорога от Москвы до Дзержинска у нас заняла 6,5 часов, потому что мы очень много стояли в пробках там, это вообще глупо было выезжать в субботу, потому что многие люди ехали в области, из-за этого были огромные пробки. В общем, ехали 6,5, почти 7 часов туда. И вот уже подъезжаем, заезжаем в Дзержинск, навигатор пишет, там, две-три минуты осталось. Мы уже, прям вот все уже на мандражен, вот сейчас начнется, заезжаем во двор и видим, что машины нету. Его девятки нет, меня это напрягает. Может, любая из этих машин, может быть, уже их, может, они ее, например, да, и взяли какой-нибудь вот Додж Калибер. Мы же не знаем. И тут в голову начинают закрадываться мысли, потому что мы видим, стоят разного рода иномарки, там, туда-сюда, и вспоминая ситуацию с дядей Васей, начинаются в голову закрадываться мысли. А вдруг у этих ребят, они, например, решили свой вопрос, уже приобрели другой автомобиль, ведь мы им не сообщали, что мы к ним едем. Вот. И, или, допустим, у них есть еще другой автомобиль, а это девятка, давно уже, может, они ее продали, или что-то еще. В общем, в голову начали закрадываться не самые приятные мысли, однако все решилось очень легко. Через 5 минут она приехала. И приехала она, кстати, не одна. Примерно одновременно с ней приехал еще и лансер. А лансер сюда приехал, этот лансер. Это же мы с ним все это время ехали. И сейчас окажется, что это он и есть. Мы по-быстрому подошли, посмотрели на нее, поняли, что она как бы соответствует состоянию, отписанному в сообщении. И так как у нас был полный адрес, мы даже знали номер квартиры, мы решили, что, окей, лучше всего, наверное, будет зайти и постучаться непосредственно в квартиру. Так сказать, с сюрпризом. Однако мы столкнулись с тем, что на двери домофон. А мы знаем, что у них квартира номер 28, а как нам в нее проникнуть, я не знаю. И мы решили подождать, вдруг кто-нибудь выйдет. И вышли. Соседи. Извините, пожалуйста, можно задать вам буквально один вопрос? Здесь, в 28-й квартире, проживают Елена и Илья Хрущевы. Хрущевы. Вот это их машина. Ну, как бы, не стоит напрягаться, мы не приехали к ним ничего отбирать, все такое. У нас... Дальше. Дальше вопрос хотелось бы задать именно по ним. Вот вы с ними хорошо знакомы? Ну, допустим. Вы знаете, какая у них там финансовая, материальная обстановка? Нет. Не знаете? Нет. А сколько у них детей? Какой темный, слушайте. Еще раз, мы хотим сделать доброе дело, но боимся ошибиться. Знаете, сколько мошенников? Поверьте, они точно будут рады, если мы это сделаем. Просто хочется узнать, понять подетальнее про них. С какой темный? Я вроде объяснил. Доброе. Да. Ну, доброе в каком смысле? Доброе. Семь много. Ну, помочь людям. Многодетной семье помочь хотим. Детей мы не можем. У нас сегодня обстановку, мы их не спрашиваем. Четверо. Они говорили, пятеро. Или пятеро. Угу. Но у них только эта машина. Да. Лантер не их. Нет. Лантер это со второй этап. Все, вопросов нет, спасибо. Спасибо, спасибо. Здравствуйте. Мне нужен Илья Хрущев. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Мы тут случайно проездом. Это Дима. Это Саня. Здравствуйте. Походите. Да, не, не. Мы... Походите. Пойдемте посмотрим девятку вашу. Включи с собой. Ну ничего себе, вроде не так плохо выглядит на самом деле. Да голод-то пытаюсь. Поддерживаете ее в нормальном состоянии? Да, более-менее. Сколько у вас детей? Полных пятеро. Просто сейчас... Дарший уже просто с нами живет. Сколько лет ему? Ему уже 20. Самостоятельный? Да. Да, я на самом деле не скажу, что все так печально. Вроде бодрый, живой. Девитош. Ну это сверху, а там все. Балка на саморезах. Уже, да? Балка на саморезах. Сказать так. Так, рассказывайте историю. Просто, как бы, мы сейчас здесь проездом были. Думаем, заедем, поузнаем, раз уж вы так здесь. Ну как? Считай, с дедом как выпусился. Пока отлучился, пока что. Потом, считай, с дедом познакомился. Потом уже женились. Дети пошли. Это вот последние года. И мы начали все эти болезни всякие. потихонечку. Сейчас более-менее устаканивается. То, реализация, да, и настроение. А чем занимаетесь? Где работаете? Мы пластик-бутару делаем. Для этих тортов. Всякая такая деталь. А, эти вот, эти, смыслы, которые с крышки, под салаты, там. Да, да, да. А здесь где-то производство? Или у вас своя? Здесь полное. А, здесь завод какой-то стоит? Ну, как они-то, частные предприниматели. Вот, все. Ну, и... Так вот, тихоньку эти помогают. Машины ремонтируют. Гоняют. А, в смысле, здесь где-то сервис или что? Ну, нет, я вариант... А, САА, вы везете. Я еду, я же мне надо остался-то. Как? Взял, считай, вообще корыто. Считай, все было разбито. Вот. Это крыло тут уже сам лепил, вваривал. Вот. Он же... Движок здесь перебрал сам. Здесь прям пытался тут днища с салонжерами. А он же с салонжером не так ничего не получился. И потому, что он здесь так вот, ну, поставил, вообще валялся. Вот пока тут пытался. А, кстати, у нее, этот, селедки отвалились, да? Я просто, я читал, в сообщении было написано, что типа лонжерон отваливается. Это здесь селедки снаружи или что? А, сзади? Понятно. У меня телевизор здесь отвалился. Тоже подселедом. Ну-ну-ну. Да это болезнь у них. О, вот это ништяк, вот это тачка. А что, вин? А, это для покраски его покрывали скотчем? А это когда мне он достался, мне в ГАИ не пропускали. А, и замыли его? И пришлось гнать его уже ближе на экспертизе. Ну, я говорю, на экспертизе замыли, да? Он же с вами мотор уезжал, да? А, вон, да. Он у меня падал-то. Нифигасе. Там все отрывал, падал. И вы на этой девятке возите своих детей? А куда деваться-то? А далеко ездите вообще на ней? В основном я сейчас езжу только на работу, и вот так вот, здесь поблизости. Потом мы не ездим вторыми. Не выдержим пенеги. Не страшно ездить-то вообще на такое? Отвалиться на ходу, и все? Нет? Куда деваться-то? Не, ну как бы, неужели других вариантов нет? Вот. Она, вот эта машина сейчас стоит сколько? Тысяч 10? Ну, я вытрирую, да. Ну, понятно. А что с супругой, что там за ситуация? У нее даже не могут поставить диагноз. Угу. А кто где смотрел? Здесь у нас Дзержинский. Вот потом у меня сестра просто еще в Нижнем, она это, как бы врач. Угу. Ее туда посылают все время. Угу. И то там, и то МРТ, и то томограмма, и то еще что-нибудь. В итоге ей никто диагноз полностью не ставит. Вот. Только отваливаем, отваливаем, отваливаем. И вот сейчас вот опять должны, конечно, в Нижнем ее хотели положить. Здорово, боец. Здравствуйте. Как звать? Средний. Артем где? Звыгает. Артем. У вас прям тут целый этот, поднимаете демографию страны. Да. Ты знаешь как, после Дзедома, считай, как скучно одному жить. Вот. Уже хочется, но, но, но. И выктует к толпе-то, вот, и тут так же получается. А этот, а супруга тоже с Дзедома? Нет. Нормально? Да. Семья, мать только осталась. Угу. Здесь тоже? Они не с нами. Ну, имеется в виду здесь, в этом. Дед с нами только жил. Вот, хоронили. Угу. И хочется тоже долгить не залезть. Угу. А дальше. Пол деды. Мы просто, если вы смотрите канал, то вы, наверное, видели ситуацию с поездкой в Ногинск, с дядей Васей. Который, и поэтому мы... Да, который тут начал приукрашивать всю свою семью. Вот, вот. Потому что он такой, это всем помогает, ты рыпы, растопы, да. Это я все к тому, что мы теперь стали действовать осторожнее. И поэтому вот мы сначала, скажем так, на разведку приезжаем, посмотреть, что да как, чтобы, ну, понимать, кому стоит помогать, кому не стоит. Я думаю, вы понимаете, что полно и всяких этих. Вот. И, короче, мы думали-думали. И если вы знаете ситуацию про дядю Васю и про... и про него полностью, то, я думаю, что вот эта машина вам знакома. И мы сегодня приехали сюда, чтобы подарить ее вам. Это тот самый Space Star с пробегом 60 тысяч, одним владельцем. Илья, знаешь, честно говоря, вот намного вот есть больше людей, которые мало нужнее. Ничего страшного. Тем, кому и кому нужнее машина, мы найдем средства и поможем, вы не переживайте. А уж там нет, вон, дети есть, вырастут, помогут. Ну вот детей, чтобы... Вот, ребят, ребят, давайте ваше мнение. Вы хотите эту машину забрать себе сейчас прям? С кондиционером, с расходом 6-7 литров. Забирайте. Забирайте, забирайте. Вы убедились, что это нужно. Сложно, наверное, расти. Дай бог. Да ладно, мне-то что? Что, кататься поедем? Давай, давай. Давай, давай. С кондиционером. Очень неожиданно. На механике, без особо каких-то там бандов. Это бесплатно все. Но колеса. Подобили. Вот что действительно круто, это как у нее... Прямо на дисках, то есть даже перебывать. Прямо на дисках, и толпаки, как-то взял салоник. А он очень хороший трансформер, то есть дужки там, двигаются все. То есть духеи можно скидать. На самом деле, это не такая большая машина, как вот золотистил. В зал, допустим, да, но... Это по правде, очень неожиданно. Да, короче, мы сейчас ехали. Звонить. На таких, на Митюбисе на всех можно звонить. Нет, не на всех. Это... Едем чисто. Этот мотор вообще, в принципе, любит обороты. То есть его... Ну, он на низах не так хорошо едет, как на оборотах. Это я просто к тому, что по подобным... Ну, привычно будет, я думаю, что после девятки любая машина будет приедет. Вообще это... Соответственно, кондей, вот он включается. Да, это музыка с USB-шками. Ну, такая плюшевая. И подогрев сидений. В принципе, больше в этой машине ничего нет. Ну, гидроусилитель. И пробег. Пробег родной, один владелец, 67 тысяч пробег. Хотя машина 2001 года. Она старая, но при этом с минимальным пробегом. Так что, ну как, ощущения? Прощает. Блин, у меня нет слов. Главное, чтобы... Главное, чтобы пошло на пользу. Вот после ситуации с дядей Васей, вот есть вот это вот у меня, у самого теперь переживание, что как бы не пошло во вред, потому что там это стало причиной конфликта внутри семьи. Вот этого тоже не хотелось бы. Я думаю, вы же не будете в семье из-за этого конфликтовать. Какие конфликты за это вырос, наоборот. Сейчас спокойно хоть можно на природу ездить, на рыбалке. Мы, в принципе, ездим все время. Куда угодно, на самом деле. Она полностью сделана, у нее не требуется ничего вообще делать в этой машине. Вообще. Ну, то есть через там 10 тысяч надо будет масло поменять, и все. А так она как бы под реком. Главное, чтобы на пользу. И она лучше, чем вот этот лансер. Хотя они с этим лансером на 80% одинаковые. Еще раз. В ходе диалога мы узнали, что с ними живет 4 ребенка, и один уже 20-летний взрослый живет отдельно. Понятно, что этой машины, конечно, маловато для семьи из 6 человек. То есть родители плюс 4 ребенка. Но, надеюсь, как-нибудь они с этим справятся. Вот. Что радует, это то, что светлая и добрая машина Mitsubishi Space Star нашла точно такую же семью. Именно светлую и добрую семью. И более того, чтобы вы понимали, у детей вообще из семьи Хрущевых там есть награды, там какие-то медали. Они там где-то что-то там получали. Один из них даже в Сумо, по-моему, выступал. В Сумо там. Худой пацан в Сумо получил медаль. Я не знаю, как это работает, но ладно. По-моему, в Сумо вся цель в том, чтобы быть, как бы, хотел сказать, жирным. Нет, быть, как бы, крупным. Вот. Короче, лично я рад, что Space Star, светлая и классная машина, досталась именно такой же светлой и доброй семье. Это не было сказано, но вот, судя по нашему диалогу, там диалог был довольно длинный, мне прямо показалось, что он как раз... Эта тема больная для людей из детдома. Я просто общался с несколькими. Больная тема именно детства. И очень круто, когда Илья, сам не имея такого прекрасного и светлого детства, старается создать его для своих детей. И у него получается, потому что, как мы увидели это, увидели вообще, как себя ведут дети, как вообще, какой это человек Илья и так далее. Вот просто по всему этому стало понятно, что, ну, явно Илья своей цели достигает. И его дети живут очень хорошо. Не по деньгам, а именно по отношению внутри семьи. А это гораздо важнее. И чтобы не омрачать все эти счастливые семейные моменты дохлой девяткой, которая может не завестись, а может просто перегреться или отвалиться у него на ходу лонжерон. Идея с подарком Спейстара просто идеальна, на мой взгляд. Да я вообще не ждал, не ожидал даже, что такое, блядь, может быть. Главное? Написал. Как пойдет, чтобы... И то, писал, чтобы мне помогли чисто с этой девяткой восстановить. Да я напомню сразу. Сил уже нет с мамой. Ну, надеюсь, что эта машина не будет требовать. Дети не дадут соврать. Что, если я творил-то? Много чего. Ну что, вы-то довольны? Конечно. Лучше, чем девятка. Да-да-да, не знаю, что сказать. Но девятку тоже не хочется обидеть, наверное, да? Да. Удивительно, но даже в тот момент, когда я передавал ему ключи, он все равно пытался отказаться. Это тоже отдельный респект, что человек понимает, что в этом мире есть люди, кому, возможно, эта машина даже нужнее, чем ему. И вот он даже в том сообщении написал, типа, во втором сообщении. Да ладно, есть те, кто нужнее. Что мне еще нужно? У меня жена, дети здоровы, живы. Как бы не пропадем. Остальное все я заработаю. И даже когда я ему отдавал ключи, он пытался отказаться от этого. Типа, есть люди, кому это нужнее. Но нет, нет, нет. Вот лично по нашему мнению, семья Хрущевых супер достойные кандидаты для того, чтобы получить автомобиль, на котором написано family, семья. То есть этот автомобиль категорически обязан был быть отдан куда-то в семью. И вы скажете, у них пять детей, а это компакт-вэн. Туда даже вещей сложить особо не получится. Во-первых, Новикова Ирина со своей семьей на Спарке доехала до другого конца географии еще с кучей вещей. Ну ладно. Ну, что скажешь? Вот здесь нет, наверное, никаких сомнений. Дима правильно подметил, видите, какие прям это светлые? Да, да, да. Машина с такой историей и с вот этими всеми. Вот эта машина сейчас, ее рыночная стоимость... Точно никакой не будет. Ну я все равно говорю, что просто представляете, она стоит от 250 до 300 тысяч вот эта машина. Не продавать. Ну лучше не продавать, потому что вторую такую вы не найдете. Нам очень повезло с ней. Ну что? Ну она вам прослужит очень долго. Гарантированный пробег 200-250 до ближайшего какого-то ремонта, более-менее серьезного. Она будет ходить без проблем. Самое главное, чтобы пошло на пользу. Самое главное, чтобы это дало какой-то результат. Ну в плане вашей жизни, чтобы это дало положительное какое-то изменение в положительную сторону, а не не стало причиной каких-нибудь конфликтов и чего-то еще. Вот это самое важное. Когда поедем с семьей на природу, я вам отошлю. Фотки? Да. Окей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И я надеюсь, что это видео вам понравилось. Потому что в этом видео нет ничего, кроме вручения. То есть это продолжение истории со Спейс Старом. Те, кто на нашем канале давно знают о том, как начиналась история этого автомобиля. И вот теперь вы знаете, как она закончилась. В общем, вот такой вот не очень длинный, но, надеюсь, интересный видос. На этом все. Как-то так. Всем пока! И здесь не будет сцены после титров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!